Всем здарова! Брателла на связи! Сегодня мы разбираем ВХЛ, матч между Динамо, СПБ и Челметом. Обязательно ставьте лайки или дизлайки, проявляйте свою активность, пишите комментарии по поводу матча и не забывайте подписываться на канал. Также два телеграм-канала по ссылочкам ниже, они абсолютно бесплатные. Один с оставочками в линии, с полным описанием этого матча. В лайве также смотрим матчи и дают и все совершенно бесплатно, так что обязательно подписывайтесь. По привату также отчет за 5 дней, 5 плюсов, в конце недели подведу уже общую. Кто хочет там посмотреть прошлую неделю, в прошлых видосах или переходите на каналы. Цена всего лишь 5000 рублей сейчас со скидкой на неделю, минимум 7 прогнозов, остальные плюшки, либо ныряйте и смотрите в телеграме, там все расписано, либо прошлый видос смотрите. Погнали по матчу. Динамо, СПБ. Поскольку сегодня разбираем вышку, КХЛ матчей нету и не хочется там лезть вот в такие дебри и так далее, которые там, ну, неинтересно, вышка, я продолжаю смотреть, отсматриваю топовые команды, то есть, да, такие как Динамо и СПБ. Мне всегда за ними приятно смотреть, возможность есть сходить на стадион, много знакомых там играет и как пришел Гришин, команда просто расцвела. Он добавил такого хаоса, так скажем, творческого хаоса и команда играет только в атаку. Это всегда приветствуется, я считаю, что это современный хоккей, за ним будущее. Команды, которые сейчас перестраиваются, они будут на вершине, это 100%, как это делает сейчас Динамо. В общем, по последним результатам два матча, к сожалению, да, у них небольшая просадочка, проиграли в первую очередь Южному Уралу. Во-вторых, проиграли вчера, я вот смотрел этот матч, этому, Южному Уралу, а Магнитки до этого проиграли. В общем, что могу сказать по матчам? Команды уже немножко вкурили, так скажем, что делать против такого Динамо. Они забивают гол и встают в глухую оборону. Это началось с Динамо Алтая, когда там Динамо 1-0 на последних минутах выиграла. Потом перешло это на Магнитку, они забили голы и сели в оборону. Просто стоять на двух коньках и ничего не делать, отбрасываться, попробуй пройти такую оборону. Дальше по такой же схеме отработал Южный Урал вчера. Хорошо, что они там успели забить вторую шайбу и потом еще в итоге пропустили. Но все преимущество всегда на стороне Динамо. Они контролируют шайбу, бросают. Магнитку перебросали на 30 бросков, представляете, за всю игру на 30 бросков. Это просто какой-то космос. Шайба где-то не шла в ворота, такое бывает. С Южным Уралом немножко там, да, по моментам было похуже, потому что Южный Урал еще и умеет так играть от обороны очень жестко. Поэтому здесь как бы вот так получилось. По буллитам проиграли, ничего. В общем, сейчас я не думаю, что будет что-то менять. Будут выходить еще с большим настроем, победить, показать хороший хоккей. И в соперниках Челмет. Челмет – система трактора. Мне нравится эта система, как она выстроена. Челмет уже с прошлого года играет в хороший хоккей. Вот как, да, там, ну, грубо говоря, весь прошлый сезон. В этом сезоне продолжает, а трактор с этого года начал играть в атакующий хоккей. И это приносит плоды. В общем, я думаю, что здесь стоит ожидать хороший хоккей, атакующий. И такой вариант зайти на пять больше, да, с подстраховочкой за хороший коэффициент. И также обязательно рассмотреть ставочку Челмет больше полтора. Когда дают против Динамо на два гола соперника, то есть это максимально хорошая ставка. Я считаю, что ее стоит рассмотреть, потому что на магнитку давали 2.10, я не стал брать, побоялся. И потом на Южный Урал я взял в приват ставочку полтора больше, там, за 1.8, по-моему, коэффициент. Хорошо, зашла. Так что рассмотреть Челмет полтора больше с такой атакой, с такой защитой у СПБ, когда они часто проваливаются и бегут в пятером, можно спокойно брать. Так что пять больше и полтора больше Челмета я бы на этом установился. А так уже надо смотреть следующий день перед матчем, что с составами и так далее. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся уже завтра.